Сейчас жду ответа от Светланы, будет понятно. Так, ГД угольный. Вот, вы хотите сказать не о смешанном типаже, вы хотите сказать о том, что линия смешана. Гамин натурал. Хорошо. Так у нас, давайте начнем с того, что у нас ведь и в одежде, и в принципе в индустрии моды и красоты есть все возможные решения. Вот это, кстати, вариант для Гамина натурала замечательный, да? Объясните почему, кто мне подскажет. А я закончу пока мысль. Так вот, у нас в индустрии одежды и красоты у нас есть все. У нас есть и прически со смешанными линиями, да, и где, так сказать, и то, и то присутствует. У нас есть и одежда, в которой есть одновременно, и фактура, и детализация, да. У нас есть возможность даже в одном предмете одежды смешать характер линии, когда мы видим клапаны кармана, допустим, смягченные там, а воротник более угольный. То есть проблемы нет в том, чтобы смешать линию, чтобы давать туда фактуру, чтобы уже сбалансировать любую характеристику. Итак, жду от вас ответа, почему здесь одежда идеальная для гаминонатурал. Так, Дарья пишет, вязка, но при этом вязка, смотрите, да, с присутствием такого геометрического, ну, полосатого рубчика, да, такой очень четкого, геометрического, нормального слова, подходящего, да. Но при этом, да, фактурность, при этом вязка. Согласна. Дальше. Вязка и крупный вырез для натурала и угольный воротничок гамина. Да, здесь как раз мы видим смешение. Есть здесь и более, так сказать, да, более бесформенные линии, которые как раз таки характерны для натурала, да, и фактуры, которые могут включать натурала. И есть та четкость, которая нужна для гамина, и та детализация, акцент. А теперь давайте посмотрим, а что делает с нашим героем вот эта одежда? Кто мне подскажет и кто выразит эту мысль? Да, да, совершенно верно, Ольга. Напишите, пожалуйста, что здесь работает на него, что работает против него и как именно. Более того, в этом образе присутствует практически одна деталь, которая спасает его, которая хоть как-то связывает его с одеждой. Если кто-то прям вот именно, Светлана, лицо стало одутловатым. Кто угадает, что за деталь, которая хоть как-то удерживает эту одежду, вместе, так сказать, скрепляет ее с внешностью? Что это? Кто подскажет? Кто увидел? Кто молодец? Умница, Светлана. Светлана, молодец. Прищур. Смотрите, вот эта четкая линия. Вот эта четкая линия позволяет нам хоть как-то собирает вот это все по кусочкам. А теперь представьте на минутку, что вот здесь этого воротника нет, что здесь есть какое-то плавное закругление, ну, что-то такое вот очень мягкое. Или просто ладошкой возьмите и закройте, и посмотрите, что будет происходить с лицом. Совершенно верно, Светлана тоже молодец. И Дарья молодец. Джинсовка, да, и Оксана молодец. Так вот, что же будет, если мы закроем пальчиками, попробуйте закрыть эти уголочки, и представить, что все, тотальная, так сказать, мягкость и натуральность. Да, в шапке есть эта геометрия, но хотя бы вот уберите этот воротничок и посмотрите разницу. Напишите, пожалуйста, что вы видите, да? Закройте одним пальчиком один воротничок со второй стороны второй рукой. Старайтесь закрыть и посмотреть. Ситуация меняется очень сильно. Бомж, да, вот такой вот эффект получается, потому что все переходит, во-первых, лицо, контуры лица растекаются, и внимание переходит на фактуру. И вот то, что вы сказали, да, этот эффект, и вот этот бомж-стайл, который для кого-то будет прекрасен, только не в этом случае, только не в этом случае. Поэтому спасибо этой джинсовке, да, с ее острым воротничком. Это спасает его и позволяет нам сквозь вот это все не совсем подходящее, да, видеть его лицо, содержание его лица и внутренней линии лица. И это большое дело. Ну что, по-моему, мы молодцы. Светлана, вы довольны нами? Мы прикоснулись к рекомендациям и к стилистике? Ну, мы будем говорить, Оксан, будем говорить, что роль, да, что речь идет о том, что мы фактически вот в определенной одежде мы создаем определенное впечатление, да. И так как наш герой-актер, я думаю, что ему не привыкать, он может быть и царем, и бомжом, и кем угодно. И он очень хорошо, я так думаю, что тоже владеет вот этим мастерством правильно расставить акценты. Потому что, видите, мы взяли один нюанс, один акцент, одну деталь, и ситуация спасена. Да, ну, удержались, удержались вот в... вот от, так сказать, в миллиметре от пропасти, да. И все хорошо. И как бы на грани нарушения правила, но здесь дело не в правилах. Дело в том, что мы сыграли на нужной линии и вернули выразительность лицу. Ну, я вам рекомендую тогда в качестве домашнего задания обязательно загляните, да. Ну, кто позже присоединился, то, конечно же, посмотрите, как у нас начинался эфир, да, что ценного там было. И обязательно загляните в раздел стилевые типажи. Конечно, это далеко не все, что у нас на эту тему есть. И я не знаю, когда мы все сможем, так сказать, выложить даже все материалы, которые вот можно выложить в открытый доступ, их очень много, дай бог, да, чтобы все получалось бы быстрее, мы бы, может быть, еще бы что-нибудь ценное добавили. Но уже вы можете посмотреть, познакомиться с книгой, познакомиться с материалами книги, подробно почитать и про характер, про какие-то особенности. В том числе, Светлана, вы можете себя проверить либо самостоятельно, ну, либо прийти к нам на стильное самоопределение, если вы еще в поиск.